Здравствуйте, меня зовут Смоленов Игорь, я тренер по боксу команды InFight. Значит, так как Диас повыше своих соперников, и у него очень длинные руки, он стоит с расслабленными плечами, в открытой стойке, и при этом руками контролирует руки соперника. И отсюда обычно начинает атакить из прямых ударов, обыгрывает и атакует соперника вот отсюда. Смысл в том, что он может себе это позволить, так как он повыше. И то есть прямые соперника вряд ли его достигнут, его прямые быстрее попадут. Вот отсюда он контролирует, может расходить, но снова начинает давление. Смысл в том, что он очень расслаблен в бою. Опять же, это видно и потому, как он стоит, но это не значит, что он в нужный момент собирается. То есть он стоит в открытой стойке, сыпет как можно больше ударов, вот он попадает прямым ударом, вот он гонится за точностью, он сыпет, через руки это делает, но он не пытается в них кладываться, он просто бросает руки. То есть как это выглядит, например, в тот же самый прямой? Я не стараюсь, за счет плеча проткнуть соперника, у меня он расслабленный, полностью изолированный от работы, я бросаю просто предплечье. Я закручиваю ногу и бросаю предплечье. То есть за счет поворота и инерции разгибания трицепса именно, не толкания плечом, а как будто вот я бросил мяч, он за счет этого летят прямые, очень легко и расслабленные, и он не теряет силу вообще. Он сыпет много ударов, постоянным давлением заставляет людей вставать на ногах и терять ориентацию. В чем вот простой пример. Он сыпет, 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 очень много работает по животному. Он старает людей зажиматься, прекращать дыхать и напрягаться. Люди при этом, большинство его соперников, стараются его сильно ударить. Заряжаются, бьют жесткие боковые. Но от этой постоянной зажатости в стойке, им надо все время защищаться, от того, что они пытаются наносить силовые удары, они постоянно потихонечку начинают там забавлять. Он не гонится за этим ударом, за сильным. Он как раз их мучает вот этим постоянным давлением и тем, что он постоянно сыпет удары. И на фоне их зажатости он расслаблен. Он сыпет, 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 сыпет. И вот тот момент, когда соперник уже зажимается, начинает опускать голову. Вот именно в этот момент он может очень жестко и четко ударить в голову. Но он очень чувствует, он все время через две этажи. Голова, корпус, корпус, голова. То есть человек должен все время защищать то голову, то корпус. И когда он совсем измает уже и потеряет пространство, тогда единство жестко бьет куда-то и выигрывает. Он может отпрыгнуть, но недалеко он не расслабляется. Он тут же снова начинает бить. Бьет, бьет. Начинает бить по корпусу удара. Раскрывает соперника, бьет, 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 бьет. Человек атакует. Он может закрыться блоком. Он может схватить его. Но он не отбегает назад, он не бегает. Он все время находится рядом. На своей дистанции, на миллиметр дальше. Но все время в зоне действия удара. И он бьет до того момента, пока человек начинает роматься. Вот в этом смысл. Но при этом он не вкладывается в удар. Он вкладывается только в тот момент, когда он уверен, что он точно попадет. Это либо удар в корпус, там в нижний этаж, либо четкий удар в подбородок. Но смысл в том, что у него опять же руки длиннее, чем у его соперников. И он обычно контролирует своими руками руки соперника. Он их здесь прихватывает. Он все-таки смотрит, что происходит. Если человек прорвался там на ближнюю дистанцию, на средний бой, он либо закрывается блоком, я это неоднократно видел, либо вяжется и начинает уже здесь работать колени. Ну, конечно, он пропускает иногда удары. Но он все контролирует и замечает себя чувствовать на любой дистанции. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok